Всем привет-привет! Это снова с вами Влада Казачища и это очередное видео советов по поводу work and travel. Сразу хотела сказать большое спасибо всем вам, кто оставляет мне вопросы. Я все их записываю. У меня накопилось уже больше 35 вопросов примерно. Но абсолютно разные темы по поводу work and travel и я обещаю, что я на все это отвечу. А сегодня я хочу поговорить на самый часто задаваемый вопрос. Это прохождение посольства, а также про то, что нужно взять с собой и чего можно не брать с собой. Итак, прохождение посольства у меня было 29 апреля, когда улетала я 13 мая. И вы должны быть готовы к тому, что вполне может сложиться такая же ситуация, как у меня, что вам сразу же скажут, идите покупайте билеты на самолет. У меня не было с собой ни денег, я ничего с собой не брала в посольство. И я сразу же побежала домой за деньгами, поехала поплачивать эти авиабилеты, которые были забронированы уже. Это была немножко напряженная ситуация, но в принципе все поправимо, просто будьте к этому готовы. В тот день, когда я проходила посольство, я выписала весь свой диалог с этим консулом. Да, как его там. Вот. И я могу вам точно сказать, что он меня спрашивал и что я ему отвечала. В общем, я к нему пришла, я стояла, ждала, пока он говорил с каким-то своим там знакомым. Он сказал, подожди, пожалуйста. Я сказала, окей. Говорит, давай сюда свои документы. Я даю документы, он там что-то пробивает. Он говорит, так, у тебя открыта турвиза. Ну, у меня на самом деле она была открыта. Я говорю, да, так и есть. Он говорит, типа, и чего ж ты хочешь ехать по work and travel, зачем же тебе рабочая виза, если у тебя уже и так турвиза открыта и ты уже была в Америке. Я говорю, ну, понимаете, я хочу попробовать жить сама, хочу попробовать заработать денег, хочу новых интернациональных друзей. На что он у меня спрашивает, а тебе что, твои друзья надоели? Я говорю, такая, типа, ха-ха, да нет, что вы, я обожаю своих друзей, я просто хочу подтянуть таким образом английский, да это же, типа, так классно и интересно. А он такой говорит, ну, молодец, на ком ты курсе учишься? Я говорю, на третьем. Он говорит, хорошо, а почему именно Висконсин? Я говорю, ой, на самом деле это очень сложная ситуация. Он говорит, ну, рассказывай. Я говорю, на самом деле я хотела сначала ехать в Мэриленд. Он говорит, а почему Мэриленд? Я знаю, что это довольно-таки опасный штат. Я говорю, ну, я знаю, что там есть очень классный бассейн Диэрди Пулс, но у меня не сложилось туда поехать, поэтому я выбрала Висконсин. Он так на меня присмотрелся, и я говорю, что, ну, зато я знаю, что в этом Висконсине самые большие аквапарки во всем мире, что это такой вот уголок для туристов, там очень классно. И он такой, типа, понял, что я хоть что-то знаю в этом плане. Потом он спросил, когда я начала учить английский. Я даже сначала не совсем поняла этот вопрос, я у него переспросила. Он спокойно мне еще раз его повторил, то есть бояться переспрашивать не нужно. Можете спокойно спрашивать то, что вы хотите. Он еще раз мне его повторил. Я сказала, что начала учить его в садике. И в этот момент он уже поставил мне штамп. То есть у меня виза уже все, approved, я уже все. Я понимаю, что уже конец. И он говорит, ну что, ты знаешь свои права? Я говорю, конечно. Он говорит, ну вот, держи, приятного лета, возвращайся обязательно. Что значит, ты знаешь свои права? Ты знаешь свои права, это значит, ты знаешь памфлет. Вы столкнетесь с этим памфлетом уже ближе к тому, когда вы будете идти в посольство. Вам расскажут, что это такое. Не обязательно его вызубривать наизусть. Там вполне все и так понятно. Просто вам нужно почитать и понять, что к чему, чтобы вы смогли на это ответить. Вот. Они, кстати, по-моему, никогда не спрашивают про этот памфлет. Только вот так, типа, ты знаешь? Ты решила. Конец. Понятное дело, что собеседование происходит на английском языке, и в этом вся как бы соль. То есть нужно не теряться, нужно знать, что ты говоришь. Просто быть уверенным в себе, хоть немножко. Я понимаю, что это очень страшно. Я всегда дико переживаю. Просто представьте себе, что это ваш друг, и разговаривайте с ним вот на таком спокойном уровне, пытайтесь отвечать, как-то подшучивать чуть-чуть слегка, и все будет хорошо. Потому что они тоже как бы шутят. Они такие вопросы задавали в прошлом году, что, честно говоря, на голову просто не налазит. Это были такие странные вопросы. Жесть. Я вам сейчас приведу несколько примеров из того, что я читала в группе Work and Travel, из того, что мне рассказывали, и то, что было у моих друзей. В общем, спрашивали, на каком коне ты сюда приехал, сколько штатов в Америке, сколько звезд в Солнечной системе. Мои подруги спросили, почему собаки бегают за котами, а почему потом коты бегают за мышами. На что она ответила, что собаки бегают за котами, потому что у них война, а коты за мышами, потому что они хотят их есть. И у нее спросили, а ты что, пробовала мышей? Она сказала, нет, но, наверное, невкусно, и ей подтвердили визу. Та-дам! Многие также меня спрашивают по поводу зачетки. У некоторых они проверяют зачетку, у некоторых нет. Вот моя одногруппница, она тоже хотела ехать по этой программе, и у нее взяли зачетку, и она троечница. Посмотрели, что у нее тройки, сказали, тебя универ не держит, ты не хочешь остаться в Украине, значит, ты останешься там, поэтому ей отказали в визе. Они могут посмотреть на что угодно, ты никак не предугадаешь, что именно они возьмут. Мы зачетку они вообще не трогали, я стояла с ней вот так в руках, была на поготове ее отдать, но никто даже ничего за нее не сказал. Что еще могу посоветовать? Это реально не крастьтесь, девочки. Вот, выглядите максимально просто. Я, по-моему, была в обычном черном свитере, сделала себе хвостик и чувствовала себя просто прекрасно. А девушка была, однако, на каблуках, вот такая вот расфуфыренная вся из себя, шла жопой, крутила, две секунды и отказ. Так что, делайте выводы. Я думаю, что с посольством мы уже разобрались. Если есть какие-то вопросы, пишите внизу. Я обязательно в следующем видео, скорее всего, сниму ответ вопроса на все, что вы задаете. Следующий вопрос, это что взять с собой в Америку и чего лучше не брать? Я тоже выписывала себе все, я очень долго думала над этим вопросом, потому что он реально интересный. Первое. Я думала, что нужно обязательно взять спортивный купальник с собой. Думала, что нам сразу не выдадут форму, и что мне придется сдавать взамен по плаванию в своем купальнике, и не буду же я сдавать в раздельном, и то вдруг он слетит, надо купить срочно какой-то спортивный купальник и взять его с собой. Короче, бред. Не берите. Вам дадут форму в первый же день или во второй. Ну, короче, как только вы пойдете учиться на этих спасателей, вам сразу же дадут форму, и в ней вы уже будете сдавать. Все. Тупо не парьтесь по этому поводу. Возьмите парочку самых любимых купальников, которые вы больше всего любите, чтобы просто купаться в бассейне в свои свободные дни. И то парочку. Реально один или два. Потому что, когда будут скидки в Америке, вы просто не сможете себя сдержать, чтобы что-то не купить. Примерно с 1 по 4 июля, когда у них День независимости, будут просто бешеные скидки. Вы будете просто скупать все подряд, как это делала я. Я в этом уверена. Мальчики точно так же поступают. Поэтому не берите много вещей. Не берите. Пожалуйста, не надо. Второе. Плойки и фен. Я тоже советую не брать. Ну, точнее, как? Я взяла, они мне пролежали все лето вот так вот без дела. Объясняю почему. Я думала, что я буду сушить голову каждый день, потому что она будет мокрая. Как же так мне будет там холодно, простужусь. Ни разу не сушила голову. Вообще. Ни разу. Абсолютно. Она у меня сама все время высыхала. И мне этого было достаточно. Плойку пользовалась, наверное, в самом начале пару раз. Когда я еще не привыкла к тому, что мне все равно, как выглядят мои волосы, как выгляжу я. А остальное все время я брала плойку у девочки, которая собиралась оставаться в Америке. Потому что она купила плойку сразу с американским входом в розетку. И она работала довольно-таки хорошо. Потому что плойку, которую привезла я, которая присоединялась через переходник в эту розетку, она не давала достаточно мощи. И она вообще не нагревалась. Ну, то есть она у меня реально просто еле была нагрета. Я ничего не могла ей выровнять свои кудри. Короче, смысла в этом не было. В общем, не советую. Третье. Полотенца не берите. Это вообще супер тупая идея. Если вы идете в аквапарк, полотенца вам вообще не нужно. Потому что у нас там были эти полотенца, просто вот завались. Мы могли брать по 6, по 7 полотенц. Они нас тупо висели на дверях. Просто пылились. Мы с ними ничего не делали. Каждый день можно было брать новое полотенце спокойно, вытираться, идти в душ, приносить, брать новое. И так постоянно. Никто ничего за это не говорил. Сами ваши начальники скажут, что это нормально. Так что не парьтесь. Не надо вам это полотенце. Это тупо просто лишнее место в вашем чемодане. И все. Про кроксы и водонепроницаемые часы, мне кажется, я их сказала уже в прошлом видео. Но я напомню, что это очень хорошая идея взять с собой кроксы. Именно кроксы. Купить либо в Украине, либо в первый же день в Америке. Потому что это незаменимая пара обуви для спасателя. А если у вас будут водонепроницаемые часы, то вы будете душой компании на любом споте. Вот как-то так. Еще очень советую взять девочкам спортивный топ. Потому что очень часто купальники, которые они выдают, они без подкладок в области груди. Извините за такие подробности. И все, что там есть, оно может просвечиваться. Собственно, так оно и было. И первое время это очень неловко. И мы очень сильно комплексовали по этому поводу. Потом мы уже забили. А потом мы уже купили себе эти спортивные топы. Поэтому советую сразу просто взять из дому какой-то любой спортивный топ и ходить с ним. Потому что на рифчик ты не оденешь. Купальник на купальник это тоже неудобно. А вот спортивный топ это самое оно. Все американки там именно так и ходили. Поэтому советую. Обязательно не забудьте. Возьмите солнцезащитные очки. Возьмите даже может быть не одну пару, две. Возьмите те, которые вам не жалко. Чтобы вы могли их убить. Ну вот реально прыгать с ними в воду и все что угодно. Потому что всякое реально случается. Я взяла одни свои. И я их так покоцала, что просто кошмар. Я их реально оставила там. Они были просто полностью побитые. Я конечно у меня было много очков. Я еще там много купила. Но мне их было уже все жалко носить в бассейн. Потому что я думала. Блин, сейчас их покоцаю точно так же. И как я буду потом жить. Потому что солнце реально слепит. У вас будут споты и в воде, и не в воде. И в закрытом помещении, и в открытом помещении. И очки реально просто незаменимая вещь. Не забудьте также купить переходники на американскую розетку. Они вам реально очень пригодятся для ваших телефонов, зарядок, ноутбуков, еще какой-то фигни. И я уверена, возьмите лучше два или три. Потому что кто-то из ваших соседей не возьмет. И они будут просить именно ваш. Потому что вы рядом. И если у вас будет какой-то дополнительный, то вам не придется жертвовать своей техникой ради своего соседа. Так что дерзайте. Не забудьте. Запишите себе просто где-то красным шрифтом, что вам нужно взять обязательно этот переходник. Также не забудьте взять лекарства и то, что вам реально помогает. И не переживайте. Я была настроена на то, что в Америке абсолютно не продают никакие лекарства без рецепта. Это тоже полный бред. Они все спокойно продают. Ну, точнее, не все, но там какой-то тарафлю. Или если от горла, от головы, еще от чего-то. Все спокойно продается. Очень хорошо действует. Стоит нормальных денег. И, в общем, нормально. Просто возьмите на всякий случай именно то, что помогает вам. То, в чем вы уверены. То, без чего вы не можете жить. И всякое такое. Последнее, что я советую, это возьмите два чемодана. Ну, вот большое и поменьше. Оно вам точно пригодится. И если у вас нет, можете в Америке купить уже. Потому что вы будете ехать обратно. И это будет большой чемодан, который пойдет в сам самолет. И маленький чемодан, который вы можете взять в ручную кладь. Плюс рюкзак вы можете тоже взять в ручную кладь. И это больше вещей, которые вы можете туда запихнуть. Потому что, по-моему, в большое можно запихнуть 22 или 30 килограмм. А в маленький еще килограмм 10. Почему бы и нет? И у нас была очень странная ситуация в аэропорту, когда мы уже улетали. У меня был полностью забит чемодан. Большой. Полностью был забит маленький чемодан. Полностью был забит рюкзак. И еще был пакет вещей. Мы взвесили чемодан. Мне сказали, что там у меня немного перевес. И я начала кидать оттуда, из этого чемодана, себе все в пакет. Думаю, оставлю тогда этот пакет своим друзьям. Пусть они мне его отправят в Украину. Раз они не остаются в Чикаго. Типа, все нормально будет. Оставила этот пакет. Оставила сверху 100 баксовым. Друзья уже ушли. Мы отдаем чемодан большой. Отдаем нашу ручную кладь. И женщина говорит, знаете, что будет искаться этой ручной кладью? Давайте я вам большой чемодан загружу в самолет. Маленький чемодан тоже загружу в самолет. А вам придется взять только рюкзак. И мы такие, типа, в смысле? Так я бы взяла лучше тот пакет себе сразу же в ручную кладь тоже. Зачем я оставляла это друзьям? Причем, что он мне до сих пор не пришел. Уже прошло полгода. Я все еще жду ту посылку. Мне кажется, что ее просто не отправили. Что уже тех вещей нет на самом деле. Но мне очень обидно. Реально. Если бы я знала, что можно будет как-то так договориться, то я бы лучше поступила так. Или доплатила те 100 баксов этой девушке, чтобы она как-то оформила этот пакет. Только кто же какой-то груз. Не знаю. В общем, что-то можно было бы придумать. В общем, бывают очень странные ситуации. Нужно быть готовым ко всему. Не надейтесь ни на кого. Надейтесь только на себя. Имейте запасной вариант. И поступайте, как вам велит ваша голова, что ли. Не знаю. В общем, я надеюсь, что вам это видео было тоже очень полезным. Пишите обязательно то, что вас интересует в комментарии или мне в личные сообщения. Я очень жду ваших отзывов. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх. Всех целую, обнимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok